Звучит как, а как изменилось вооружение Российской Федерации, вот то, что вы со стороны видите, вот со времен Первой и Второй Чеченской войны. Чем воюет на сегодняшний день Россия? Поскольку если углубляться немножко, совсем немножко углубляться, то ракета Х-22, она разработана в конце 60-х годов. И все оружие, то есть мы знаем прекрасно о том, что градами поливали Грозный, ну и всю Чечню поливали градами. И все оружие, которое использовалось тогда России, похоже, оно используется и сейчас. Модификаций крайне мало. Вы могли бы дать оценку состоянию российского оружия, поскольку мы сами, и вы сами заметили, что Украину оснащают современным натовским оружием. Это вам не Т-72, и не Т-70, и даже не пресловутая не ездящая армата. Вот дайте эту оценку, пожалуйста. По-моему, жили все в Советском Союзе. Я думаю, хотя... К сожалению, да. И мы помним, что это было. Единственное, на что уделялось очень серьезное внимание в бытности СССР, это была армия. Советская армия, вооружение, советское оружие и все. Я думаю, что вот после развала СССР, единственное вот то, что они получили в наследие от СССР, это были оружия и огромный, огромный, огромный запас боеприпасов, которые они начали использовать в Чеченскую войну и в Первую, и в Вторую. И мне кажется, попытки Путина обновить армию, обновить вооружение, которое он направил в последние 10-12 лет, триллионы долларов, которые были потрачены, они были просто сворованы. И на сегодняшний день я не вижу какого-либо такого прорыва в советское или российском оружии. Это те старые же методы, и те старые ракеты, и те старые танки, и все, что у них есть, это то, что было еще изготовлено в бытности Советского Союза. И даже те же генералы, я бы сказал так. Как? Даже те же генералы. Ну, естественно. В том числе Суровикин, который принимал участие в подавлении Пуча в 91-м году. И Суровикин, и Герасимов, и Шаманов, это все люди, которые еще с того времени находились в советской армии. Потом они как бы... Ну, это важные ремарки. На самом деле я вам благодарен за ответ на вопрос. Он достаточно краток и лаконичен и понятен, да, с чем мы имеем дело. Ну, как бы...